Здравствуйте, дорогие участники! Сегодня с вами научно-производственный центр ревитализации здоровья и в рай генетик кандидат медицинских наук Собурова Ирина Юрьевна. И, пожалуйста, перед тем, как мы начнем с вами наш вебинар, как обычно, напишите мне плюсики, минусики, да, нет, хорошо ли меня слышно, видите ли вы меня, видите ли вы презентацию и можем ли мы начать с вами наш вебинар. Пожалуйста, плюсики, минусики, видно, нет, видно, не видно, слышно, не слышно. Не вижу ваших ответов. Не вижу плюсов, минусов. Меня не слышно, да, видимо, меня не слышно. Так, ага, вот, пошли плюсики, я вижу, да, слышно, видно, хорошо, хорошо, прекрасно. Ну, тогда мы можем с вами начинать нашу сегодняшнюю работу. Итак, мы с вами говорим о продукте нашей компании, который называется Ambit. И прежде чем говорить о самом продукте, как обычно, немножко нормальной патологической физиологии для того, чтобы понимать, для чего разработан этот продукт и на какие участки нашей физиологии анатомии он воздействует. И разговаривать мы с вами сегодня будем о стрессе. Слово стресс модное, известное, все его знают. Но что же оно на самом деле, все его используют, каждый по-своему, каждый свое вкладывает в это понятие. А что же на самом деле в это понятие вкладывают медицина, врачи, физиологи? Итак, из определения вы видите, что стресс – это состояние напряжения. Напряжение чего? Напряжение адаптационных систем организма. Наш организм, он непостоянен. И в то же время он постоянен. И это постоянство динамическое. Если мы представим себе два предмета – дом, построенный на земле, на фундаменте, и лодку – оба этих предмета находятся в равновесии. Но дом равновесен постоянно, он его не качает, он не меняет свое положение, он не двигается с места. А лодка двигается. Она перекатывается на правый, на левый борт, она двигается по воде. И тем не менее человек, если он находится в лодке, он все-таки может оставаться на поверхности воды. И вот лодка, она находится в состоянии динамического, так называемого, равновесия. И вот наш с вами организм, он тоже находится в состоянии динамического равновесия. Или гомеостатус. Что это значит? Это значит, что множество параметров нашего тела – это и содержание различных веществ в крови, это и частота сердечных сокращений, чистота дыхания, артериальное давление и много-много что еще, как в течение дня, в течение месяца, в течение года, постоянно меняется. Она колеблется то выше, то ниже, то вправо, то влево. Как лодка, которая двигается по воде. Чтобы лучше представить этот процесс, мы можем себе представить велосипедиста на велосипеде или канатоходца на канате. Это люди, которые все время сохраняют равновесие. Но при этом они не находятся в статике, они не зафиксированы в одной точке. Они уклоняются то чуть-чуть вправо, то чуть-чуть влево. И в конечном итоге общая их линия движения – это центральная. Они не падают, они не теряют равновесие. И вот состояние напряжения – это тогда, когда это равновесие начинает уходить из зоны комфорта. Из того момента, когда велосипедист может легким движением, руля вправо и влево, отрегулировать свое положение центральное. Когда тот же канатоходец чуть-чуть переместив свое тело, так что мы даже, когда смотрим на него и не заметим этих микродвижений, он вернется в изначальную центральную точку. Так у нас все и происходит в норме, без излишних напряжений. Чуть-чуть незначительные коребания всех этих параметров нашего тела, множество о которых мы даже не думаем, не вызывают у нас никакого дискомфорта, мы этого даже не замечаем. Мы не замечаем того, что у нас сейчас пульс 76, а через 5 минут он будет 78 или 74. Мы даже этого не заметим. Но когда на наш организм воздействует какой-то сильный фактор, он выбивает его из состояния равновесия. Если продолжать представлять велосипедиста, то можно представить, что этот же велосипедист по какой-то причине сильно качнулся в одну из сторон, вправо или влево, может быть, он слишком резко повернул, может быть, он загляделся на что-то и начинает падать. И вот это вот состояние сильного смещения равновесия, сильного смещения гомеостата называется стресс. Факторы, которые его вызывают, обязательно должны быть либо значительными по силе, либо они могут быть не столь значительными по силе, но достаточно продолжительными. Можем привести для примера температуру. Зима, минус 20 градусов, на улице очень холодно, по какой-то причине мы выскакиваем на улицу, легко одетыми, в домашнем халатике. Достаточно побыть там 5 минут при такой температуре, чтобы уже замерзнуть и начались проблемы. Мы отморозили себе все, что могли. В то же время температура где-то 10-15 градусов, такая примерно, как у нас сейчас летом, она не столь критична. И мы ее можем выдержать гораздо дольшее количество времени. Но если мы пребываем в этой температуре, и час, и два, и еще при этом мокрое и ветрено, то мы тоже начинаем замерзать. Особенно в тех летних одеждах, в которых мы ходим сейчас. То есть вот разница по длительности и интенсивности. Либо это минус 20 и 5 минут, либо это 10-15 градусов плюс, но при этом несколько часов, может быть несколько суток мы в поход пошли. И там замерзли, результат одинаковый. Мы иммунитет упал, снизились, простудились, заболели. Какие-то другие неприятности у нас произошли с организмом. Это стрессоры. Они бывают разные. Делят их на физические, психологические, психологические. И нужно понимать, что для разного организма стрессовые факторы, которые выведут его из состояния динамического равновесия, будут разные. Зависит от возраста, зависит от пола, зависит от степени физической подготовленности человека. Да? И для кого-то и 10 километров пробежать, или пройти быстрым шагом с тяжелым рюкзаком, не будет стрессом, потому что он подготовлен, потому что он каждый день эти 10 километров ходит. А для кого-то подняться на пятый этаж, если лифт перестал работать, уже будет стрессом, и все сердце прихватило. То есть стрессы могут быть совершенно разные. Точно так же и психологическая устойчивость у всех разная. Кому-то достаточно, чтобы целый день потом пребывать в плохом настроении и стрессе, просто в метро, чтобы кто-то толкнул или на ногу наступил. А для кого-то даже и какие-то более стрессовые ситуации, там, не проблема. Устойчивая психика. Ну, что-то случилось. Ну, психика спокойно отреагировала на это. Есть, конечно, факторы и физиологические, и эмоциональные, которые для любого человека, вне зависимости от возраста, пола и подготовленности, будут стрессовыми. Ну, это воздействие каких-то ионизирующих излучений, это значительные травопотери, это какие-то заболевания. То есть тут, вне зависимости от подготовки, к этому невозможно приготовиться, и такие воздействия, они все равно будут стрессовыми. Кроме того, мы не должны забывать еще одну вещь. Как говорят медики, как говорят биологи, человек – это социальное животное. То есть все мы с вами живем в социуме. И любой социальный контакт, любое общение, вне зависимости от того, является оно для нас приятным, или неприятным, или даже нейтральным, оно все равно представляет для нашей нервной системы определенный стресс. То есть вне зависимости от того, какие у нас отношения дома, на работе, с друзьями, с приятелями, любое общение, даже прийти на работу и сказать «Здравствуйте» своим коллегам, это уже выход из зоны комфорта для нашей нервной системы. А все мы общаемся, и общаемся много. И хорошо, если у нас все отношения обслажены, а бывает еще, что и возникают какие-то конфликты или напряжения. Таким образом, мы видим, что мы все и всегда подвержены стрессу. И в течение дня мы можем пережить самое разнообразное количество стрессов, как физических, психических, эмоциональных. И к концу дня мы можем прийти либо в состоянии равновесия, либо в состоянии неравновесия. Как происходит вообще биологически, что происходит у нас в организме, когда человек попадает в стрессовую ситуацию? В 79-м году Ганс Селье сформулировал свою теорию или триаду. Она называется триадой Селье или теорией стресса. Он отметил, что вне зависимости от того, какой стрессовый фактор действует на организм, организм реагирует на это совершенно одинаковым образом. То есть ему безразлично, это было воздействие экстремальных температур или психологического конфликта где-то в социуме. Происходят одинаковые изменения в теле. Изменения, связанные с надпочечниками, с вилочковой железой и с желудочно-кишечным трактом. Чуть позже, когда уровень нашего оборудования возрос, мы смогли сформулировать схему, по которой работают гормоны стресса или стрессорные гормоны. Итак, мы видим, что в начале пути стресса стоит гипоталамус, мерная система. Мерная система получает сигнал о том, что появляется чрезмерно сильный раздражитель, который вывел наш организм из гомеостаза, из привычного ему равновесия. Этот сигнал поступает в бипофиз. Это еще тоже центральная нервная система, но это часть центральной нервной системы головного мозга, которая непосредственно напрямую связана с железами эндокринной секреты. Они вырабатывают гормоны, аденокортикотропные гормоны, которые активизируют надпочечник. Вот появляется у нас гипертрофия надпочечника. Надпочечники активно начинают синтезировать глюкокортикостероидные гормоны или гормоны стресса, их еще называют. Кортикостероиды – это гормоны стресса. И мы вспоминаем ситуацию активации симпатики нашей из прошлых вебинаров. Симпатика активизируется на стрессе, тогда, когда нам нужно бей или беги. То есть либо догонять добычу, либо спасаться, чтобы не стать добычей самому. Мы помним, активизируется сердечно-сосудистая, дыхательная система. А вот системы, которые не задействованы в борьбе, наоборот, сильно тормозятся. То есть это желудочно-кишечный тракт и репродуктивная система. И вот в этом состоянии организм пребывает в фазе мобилизации своих ресурсов. Тогда почему наступает фаза декомпенсации? Почему после стресса некоторые чувствуют себя плохо после некоторого стресса, а некоторые и не чувствуют это? Как это вообще все происходит и почему? Здесь нужно рассмотреть стадии стресса. Стадию тревоги мы с вами рассмотрели. Это появление вот этого сигнала и активация нервной системы, сигналы, которые идут в надпочечнике. Следующая стадия – это стадия резистентности или это стадия мобилизации организма. То есть слишком сильный сигнал получен, и организм начинает мобилизовывать все свои системы для того, чтобы противодействовать этому сигналу и снова вернуть наш организм в состояние гомеостата. И в принципе, если воздействие стрессорного фактора на этом этапе заканчивается, то стресс воздействует на организм, даже благоприятно. Потому что благодаря стрессу организм тренируется и учится чему-то. То есть для спортсмена, если он бегал 5 километров до этого, задача тренера пробежать 10 километров будет стрессом. Но он пробежит 10 километров сегодня, и если у него достаточно ресурса, то организм постановится за день, за два, за три. Потом через 2-3 дня он пробегает снова 10 километров, а организм уже помнит, как это было, у него есть память, у него есть ресурс, он умеет мобилизироваться, он мобилизируется еще быстрее, чем в прошлый раз. Таким образом, месяц тренировок, и наш спортсмен уже спокойно бегает 10 километров. Для него эти 10 километров перестают быть стрессом, потому что организм натренировался, потому что больше вырабатывается АТФ, активнее работают метафонии, активнее происходит газообмен. То есть у нас наросла мышечная ткань, разработалась сердечно-сосудистая, дыхательная система, организм натренировался на большую нагрузку. То же самое и с психологическими нагрузками. Сдаем экзамен первый раз в жизни, боимся, волнуемся, переживаем, ночь не спим на первом курсе института. Ну а когда уже выпускники института, мы уже спокойно сдаем по 10 экзаменов в сессию, и уже не так волнуйтесь, это уже привычный стресс, мы привыкли, мы уже умеем сдавать экзамен. У нас уже какая-то есть устойчивость нервной системы. Так организм учится. Он всегда учится через выход из зоны комфорта и через стресс. Если человек живет в середине, в зоне комфорта, он не развивается и не учится. Поэтому, с одной стороны, любой стресс – это неплохо, это то, что двигает нас вперед. А что плохо? А вот плохо – как раз третья стадия. Это стадия истощения ресурсов. Если мы вспомним нашу аналогию с велосипедистом, то мы можем себе представить, что едет ребенок на велосипеде, и сзади идет мама, она его контролирует, и вот она видит, что ребенок прекрасно едет, не теряет равновесие, вдруг в какой-то момент видит, что он куда-то завалился на билбок. И это стадия тревоги. Мама видит, и мама бежит к нему. В стадии резистентности ребенок не упал, потому что мама его успела подхватить. И снова вернуть в состояние вертикальное. И он снова поехал. Уже более натренированный ловить равновесие. А вот третья стадия – это когда либо мама не успела, и ребенок упал, либо мама с ребенком упали вместе. Слишком тяжелый оказался велосипед и ребенок. То есть у мамы не хватило ресурса для того, чтобы поддержать ребенка и восстановить равновесие. Точно так же и у организма. Если воздействие фактора слишком резкое или слишком длительное, или ресурсов у организма не так уж много, то стрессовый фактор вызывает дисбаланс и появление какого-то нарушения. То есть из этого состояния, это мы видим на слайде слово по просьбе о помощи, призыв о помощи. Из этого состояния организм самостоятельно выбраться не может. Причем он не может выбраться самостоятельно даже тогда, когда стрессорный фактор перестает действовать. То есть мы перестали воздействовать низкими температурами, допустим, да? Два-три дня жили в турпоколе, при 10 градусах мерзли, теплой одежды не было, теплого чая тоже не было, потому что дождь шел, и все время невозможно было горячего чайку заварить. Мы приехали домой, дома тепло и сухо, мы переоделись в теплую одежду, но мы все равно простужены и чувствуем себя плохо, потому что воздействие вот этого три дня, там, два-три дня низких температур, оно сделало свое пагубное влияние. И организм сам настолько вот задавило иммунитет, что организм сам уже не может без помощи извне, имея те ресурсы, которые он имеет, не может без помощи извне вернуться в свое нормальное состояние, здоровое, то есть восстановить свой гомиаса. У него не хватает ресурса. Да? И какого вот этого ресурса у него не хватает? Давайте поговорим о тех ресурсах, которые вообще бывают в организме, которые нам нужны. Первый ресурс, о котором мы поговорим, это витамины. Витамины – это группа веществ, совершенно различных по своей химической структуре. Единственное, что их объединяет, это то, что они низкомолекулярные вещества. И объединены они в единую группу по их очень важной функции в организме. Настолько важной, что она даже отражена в их названии. Вита – жизнь, минные дающие, дающие жизнь. А в чем дело, какова вот их такая важная функция? Дело в том, что в нашем организме постоянно, каждую минуту, каждую секунду происходит огромное количество биохимических реакций. Причем, если мы попробуем воспроизвести эти реакции инвитра, пробирки, вне организма, либо они не пойдут, либо они будут идти очень-очень-очень долго, либо потребуется большое количество энергии, ну, то есть нагревание, или электрический ток пропустить через среду, добавить каким-то образом энергию в пробирку, для того, чтобы эти реакции совершили. Тем не менее, в нашем живом организме никакой высокой температуры или электрического тока не наблюдается. Все мы знаем, что температура нашего тела 36,6 градусов. И вот при этой температуре 36 градусов все биохимические процессы идут и идут очень-очень быстро. Почему? Потому что в нашем организме присутствует большое количество катализаторов. Из химии мы помним, что такое катализатор. Катализатор – это вещество, участвующее в реакции, но не использующееся при нем. То есть просто присутствует. И такими катализаторами у нас, в нашем организме, как раз и являются витамины. Это либо они сами в чистом виде, либо они в соединении с белками, ферментами. Представляя собой коферменты, так называемые. Вот в присутствии витаминов все химические реакции в нашем организме начинают идти быстро и без дополнительного внесения туда энергии. То есть если витаминов нету, эти биохимические реакции не идут. И мы можем посмотреть на функции витаминов в организме, не существует такой ткани, такого органа, такого процесса организма физиологического, который бы мог протекать без присутствия витамина. То есть это и работа нервной системы проведения инфлюзии, это и работа сердечно-сосудистой системы, и сокращение мышц, и гладких, и поперечно-полосатых. Это и создание новых клеток, кроветворение. Это и работа иммунной, эндокринной системы. То есть во всем этом у нас участвуют витамины. И витамины это ресурс используемый, истощимый и восполненный. То есть они используются в нашем организме какое-то время, потом они разлагаются и уходят из организма, выводятся, их метаболиты, и поэтому они все время должны поступать к нам измена. Есть некоторые витамины, которые синтезируются микрофлорой нашего кишечника, но в основном большую часть витаминов мы получаем через пищу. Поэтому если питание у нас недостаточное, то возникает такое состояние, которое называется авитаминоз. Ну про цингу, как авитаминоз, витамина С, мы все слышали. Недостаток витамина С и разрушение соединительной ткани и на этом фоне различные тяжелые симптоматики. Но такой тяжелой симптоматики сейчас, ну по крайней мере в развитых цивилизованных странах человек себя не доводит. Полных авитаминозов у нас практически не встречается, разве что где-то в малоразвитых странах, где люди голодают. Однако в развитом обществе другая большая проблема. У нас много субклинических гиповитаминозов. Гипо это меньше, да, не А полное отсутствие, а гипо меньше нормы. субклинические это те, которые мы не видим в качестве симптомов. Почему? Да, пищи у нас сейчас много, мы говорим о том, что даже проблема современного общества это ничуть не голодание, а наоборот переедание, но пища у нас некачественная. Овощи и фрукты выращиваются неестественным образом, гидропонным, какими-то другими технологиями, в которых они не успевают набрать в себя нужное количество витаминов, микроэлементов. Поэтому очень часто фрукты и овощи красивые, замечательные, выглядят очень красиво, но внутри у них ничего нет, как у муляжи, да, только клетчатка и вода. Они даже не пахнут и вкуса не очень имеют крупного, овощного. Соответственно, в них нет и микроэлементов или очень мало. Поэтому люди едят много разнообразно, а микроэлементов нужных они не получают и даже не знают об этом. Не знают об этом до момента напряжения, вот как раз до момента стресса, когда появляется ситуация повышенного использования ресурса. И вот когда либо заболел, либо переохладился, либо понервничал, и вдруг этот ресурс естественно на восстановление гомеостаза используется активно, вот тогда человек начинает выпадать из состояния гомеостаза, потому что витаминов для восстановления нормального состояния здоровья не хватает. Еще один ресурс важный для нашего организма аминокислоты. О важности аминокислот мы можем судить по определению жизни, которое было принято еще в прошлом веке среди медиков, физиологов и философов. Фридрих Энгельс в свое время дал определение жизни как способ существования белковых тел. То есть медики, ученые всегда пытались разделить, понять, что же такое живое, как нам определить это и как нам отделить от неживого. И вот такое в прошлом веке определение было дано, что все, что белковое, это живое, а все, что не белковое, это не живое. То есть мы с вами белковые существа. И из этого определения мы видим важность белка и как структурного элемента, и как элемента действующего, функционирующего в нашем организме. То есть мы состоим из белка, мы белковые тела, а вот белки состоят из аминокислот. Это очень хорошо себе представить на примере бус. Вот бусы это бусинки единичные, которые нанизаны на ниточку. Вот точно так же выглядит первичная структура белка. Это аминокислоты, которые как бусины соединены между собой с помощью коварентной связи, крепкой, прочной биохимической связи. Дальше эти бусины заворачиваются, обретают вторичную, третичную структуру, появляются такие глобулы, и дальше белок идет туда, где он должен быть, либо структурной, либо функциональной своей функции несет. Таким образом, мы состоим из белка. И чем белок важен? Дело в том, что мы вообще в основном, как макроэлементы, состоим из четырех элементов. Из азота, углерода, водорода и кислорода. Так вот, белок – это аминокислота на самом деле, ну, белок – это единственный элемент, в котором присутствует атом азота. Все остальные вещества, углеводы, жиры, мы знаем, да, мы еще должны потреблять. Вот в них присутствуют только остальные три, то есть это углерод, кислород и водород. А вот азот присутствует только в белках. Более того, азот, мы, животные, ну, животные существа и мы в том числе, да, как представители животного царства, получать можем только из растений. Растения – это единственные представители у нас на Земле, которые могут азот из его инертного состояния, состояния Н2 из воздуха связывать, связывать с молекулой кислорода, ну, а там дальше с углеродными атомами и превращать в форму, которую мы уже животные существа можем переварить. Люди получают азот, как из растительной пищи, хотя это более трудно перевариваемая азотистая составляющая, так и из животных. Белки животных по аминокислотному составу все-таки поближе нам, поэтому, как источник аминокислот, для нас он более актуален, более удобен, более выгоден. Аминокислот очень много разнообразных, но каждый вид организма, он очень индивидуален по его подбору. То есть, вот в человеческий организм входит всего 28 аминокислот. Организмы других животных, они уникальны и отличаются от человеческого по аминокислотному набору. Кроме того, некоторые аминокислоты в нашем организме из этих 28 могут быть синтезированы не ДНОВА, не из нуля, не из молекулы Н2, но из существующих уже аминокислот. То есть, если у нас нет какой-то аминокислоты, но много другой, эти аминокислоты могут быть синтезированы. Но есть аминокислоты, которые мы только получаем из пищи, которые наш организм синтезировать не может. Они называются незаменимыми. Итак, витамины и аминокислоты это тот ресурс, который у нас расходуется и используется при стрессе. Это тот ресурс, запас которого не дает в нашем организме наступить третьей стадии стресса, стадии истощения. И вот мы уже вплотную подошли с вами к нашему продукту, к продукту Анликсу. И мы видим его состав на слайде. Как раз он и представляет собой спе витамина и аминокислот. Причем, если посмотреть на список аминокислот, три последней аминокислоты как раз относятся к незаменимым, то есть к тем самым, которые не могут синтезироваться в нашем организме. Еще одно вещество входит в состав Анликса. Это элеутерапок. И сейчас мы о нем с вами поговорим чуть более подробно. Вернее, не о самом растении, а о элеутеразитах. Это вещества, выделенные из различных растений, но в том числе в большом количестве выделяемые из корня элеутерапока. И имеют большое влияние на наш организм. Мы видим, сколько действий у него. Он и на нервную систему воздействует, и на акринную, и ловит свободные радикалы, то есть антиоксидантным действием обладает, стимулирует иммунную систему, ее противоопухолевую противовирусную активность. Очень широкий спектр действия, но сейчас этот препарат именно в этом продукте. Элеутеразиты нам интересны как адаптогены. Что такое адаптогены? 47-й год, Академик Лазерев, русский ученый формулирует понятие адаптоген и называет этим словом группу веществ, разную по своему происхождению, выделенные из различных растений, но имеющие одинаковые свойства физиологические на организм человека, а именно модулирует вот эту реакцию на стресс организма и повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям к стрессовым факторам, к стрессорам. Каким образом это происходит? Лиотерозит повышает концентрацию в клетке АТФ, молекулы АТФ. Что такое молекула АТФ в нашем организме? Это энергетическая валюта наших клеток. То есть у человека есть своя валюта, да, мы обмениваемся или рублями, или долларами, или еврами, и чем больше у человека в кошельке этой валюты или, может быть, на счету, тем больше его возможностей. И тем больше он может противостоять каким-то неблагоприятным факторам внешней среды. Кризис начинается, да, а у меня на счету много валют, и я спокойно переживаю этот кризис, продолжая жить так, как жил, ни в чем он себе не отказывает. Или у меня нету на счету запаса, и вот кризис пришел, и тогда приходит очень скудная и грустная жизнь. Так же и у клетки. Если в клетке много запасов молекул АТС, то клетка может противостоять достаточно сильным, достаточно длительным воздействиям и достаточно длительное время. Кроме того, яутерозиды являются активаторами синтеза белка, белок мы знаем в жизни способ существования белковых тел. Белок это основа нашей структуры и белок это основа нашей функции. То есть репаративные способности организма восстанавливать структуру и функцию тоже повышаются. Также повышается кровоснабжение, повышается количество кислорода, которое попадает в калии, то есть активизируются метаболические процессы в клетке и алиотерозиды являются мощными антиоксидантами и они хорошо улавливают молекулы свободных радикалов. Вообще молекулы свободных радикалов у нас образуются в организме постоянно в нашем естественном биохимическом ритме, потому что очень многие реакции биохимические проходят именно через эту свободно-радикальную стадию, когда образуется свободный радикал вещества, вступившего в реакцию, то есть вещество и у него на молекула и у нее на внешнем электронном слое находится один свободный электрон и за счет этого одного неспаренного свободного электрона молекула очень активна, она легко вступает в любые биохимические реакции и вот таким образом еще у нас организм проводит реакции, для которых в пробирке нужно много энергии или много времени. Но если где-то застопорился этот биохимический процесс и этот свободный радикал субстрат не используется из него потом дальше что-то не синтезируется то свободные радикалы накапливаются в организме поскольку они очень активны они легко вступают в реакции с окружающими их санями они начинают вступать в реакции не с тем чем нужно а с тем что есть вокруг с чем угодно и таким образом они окисляют и мы помним фосфолипиды и белки и структурные элементы клетки и начинается просто перекисный кризис в клетке клетка разрушается вот чтобы этого не происходило антиоксиданты улавливают свободные радикалы и выводят их из организма и вот это все работа адаптогена то есть все это делает вещество под названием адаптоген в том числе и элеутероид таким образом в результате его воздействия повышается мощность скорость и выносливость организма и это вещество также включено в состав англитка таким образом препарат дает организму во-первых субстраты то есть воспалимые ресурсы которые уходят при стрессе а во-вторых он стимулирует обмен веществ за счет адаптогенов он повышает устойчивость организма к отличным неблагоприятным воздействиям когда мы можем порекомендовать применение этого продукта понятно что при повышенных нагрузках физических лиц психических лиц у спортсменов очень часто ситуация когда спортсмен тренируется и выходит на так называемый пик своей спортивной формы и вот очень часто в эти моменты спортсмены заболевают простудными заболеваниями кашель насморка какой-то ОРВИ почему потому что период активных тренировок особенно когда спортсмен подходит к моменту соревнований у него все ресурсы его организма они задействованы на то чтобы получить спортивный результат иммунная система очень часто в этот момент проваливается и он становится беззащитным перед вирусами перед бактериями в эти моменты особо активно поддержать организм англиксом может быть месячный даже если человек просто тренируется и у него вообще активная физическая нагрузка или он только-только начал тренироваться раньше не тренировался теперь решил два раза в неделю ходить в тренажерный зал по полтора часа это стресс тоже можно поддержать 10-ти дневными курсами 10 дней в месяц попринимать если есть просто какая-то работа связанная с повышенными физическими нагрузками с пребыванием в неблагоприятной среде постоянно на улице зимой и летом особенно в зиму особенно в нашу осень тоже такие профилактические курсы от 10 дней до месяца вполне показаны психические нагрузки студенты во время экзаменов школьники во время сдачи своих выпускных экзаменов любые взрослые люди когда на работе есть ситуация там сдаем проект или еще что-то в этом роде тоже можно попринимать даже на весь период вот этой повышенной психической нагрузки во время командировок и путешествий на наших коллегах препарат уже проверен вот когда мы уезжаем в командировки зачастую едем мы так ночью или день в дороге а утром мы приехали и с утра мы уже должны с ясной головой адекватно либо читать лекции либо проводить приемы либо что-то еще делать то есть работать работать адекватно работать интенсивно а сил нет потому что ночь не спала вот этот препарат очень хорошо нам помогает за два за три дня зная о командировке начинаем принимать период командировки ну а возвращаемся домой уже берем пару дней отпуска отдыхаем и приходим в себя без этого препарата проверено на себе работает прекрасно дает возможность отработать все дни командировочные на полном на полном интенсиве также во время путешествий уезжаем мы в отпуск и очень часто бывает так что приехали вроде вокруг и моря вроде вокруг солнца все прекрасно а сил нету сонны постоянно все время хочется спать нету сил радоваться природе вот тоже можно брать собой амбикс и процесс переакклиматизации таким образом проходит легче как в ту сторону когда уехали в командировку так и в обратную сторону когда вернули когда стресс еще больше наверное в основном психологический потому что снова вернулись и уже не отдыхать надо работать ну и физиологический конечно тоже значит произошли какие-то травмы инфекция обострение хронического заболевания это все состояние когда ресурс востребуется очень активно если есть какие-то недостатки питания тоже восполнить этот ресурс будет очень актуально на вирусных заболеваниях и даже не на вирусных на любых обострениях хронических на любых острых заболеваниях и есть еще одно очень важное состояние о котором часто забываем не только мы но и врачи забывают это состояние нарушения работы желудочно-кишечного тракта человек говорит а у меня прекрасное питание я питаюсь со своего огорода или там из соседней деревни покупаю хорошие выращенные на земле негидропонные овощи и фрукты и точно такое же молоко и сметану предположим но посмотреть а работает ли у этого человека желудочно-кишечный тракт на всоснов то есть если есть какие-то холецистит желчнокаменная болезнь панкреатит гастрит пускай даже где-то какой-то вялотекущий сейчас стадии ремиссии энтериты дискинезия желчевыводящих путей запоры то есть это все нарушение работы желудочно-кишечного тракта и это значит что даже если мы в организм отправили нормальную еду в которой достаточно витамина всасывание будет нарушено и все равно организм не получит достаточного количества витаминов и микроэлементов поэтому вот в таких ситуациях курсы проводить либо пока не вылечили это заболевание либо если оно хроническое и не излечивается но это тоже как еда воспринимать это как еду и по схемам применения я уже вижу вопросы как его применять единственная рекомендация это первой половине дня ну потому что там есть леотерапок если мы будем применять во второй половине дня нам надо вечером спать естественно если нам ночь не работает если нам ночь спать то на ночь его применять не надо во второй половине дня его применять не надо поэтому утром таблетка растворимая она хорошо растворяется в воде стакан теплой воды комнатной температуры мы его растворяем выпиваем Он вкусный, приятный и негазированный, в отличие от большинства растворимых шипучих таблеток. Он не вызывает раздражение цизистой желудка. Совершенно нормально, спокойно применяется, выпивается, имеет приятный, чуть сладковатый вкус. Курсы мы можем применять до месяца, если это у нас какое-то хроническое заболевание, если у нас какое-то состояние физического или психического напряжения до конца этого напряжения, перерывом в месяц можно 10 дней, 2 недельки сделать перерыв и снова повторить курсы. Если воздействие стрессора у нас сохраняется. Если это профилактический курс, то от 10 дней до 1 месяца мы можем сделать этот курс и повторить его в зависимости от состояния, от тяжести состояния, от недостаточности или достаточности наоборот питания 3-4 раза в год. Вот вижу вопрос про работу с ночными сменами. Да, это вот тоже состояние постоянного физического и психического тоже напряжения. Все-таки мы не предназначены для того, чтобы не спать ночами, мы не с собой. Да, поэтому вот если человек работает сменами, то ему такой препарат профилактически показан по жизни, пока он не сменит свою работу сменами и не перейдет на нормальные, на нормальные курсы. Можно 10 дней, можно месяц, в зависимости от состояния недостаточности. Вот такой прекрасный продукт есть, очень эффективный, проверенный на самих работниках компании. Очень рекомендуем его вам к применению. Надеюсь, что он вам поможет в стрессовых ситуациях, не даст войти в это состояние декомпенсации. Пожалуйста, используйте, применяйте, выздоравливайте, не болейте. И, как и раньше, если у вас есть какие-то вопросы, будем рады, если вы напишите их на почту, будем рады ответить на ваши звонки, пишите, звоните. Телефон, почта на слайде. Ну и, как обычно, мы с вами встречаемся в следующий четверг для следующего продукта компании в 16.30, тоже как обычно. Сейчас мы заканчиваем наш вебинар. Большое спасибо вам за присутствие, спасибо за внимание, за интерес к продукции и за ваше терпение. Всего хорошего, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.